В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Какой региональный самолет станет брендом России? На новую высоту может взлететь самарский Ан-140. Гацани, Сальви, Тагетисы. Журналистам рассказали, какие новые цветы в этом году украсят улицы Самары. Накопи долги и получи подарок. Коммунальщики придумали, как заставить неплательщиков раскошелиться. Самолет Ан-140 самарского производства имеет все шансы стать брендом гражданской авиации России. На совещании по развитию авиастроения, которое провел президент России Владимир Путин, машина была представлена в числе тех, которые могли бы занять рынок региональных перевозок. Хотя у самарского судна есть не только конкурентные преимущества, но и сложности производства. Сегодня Авиакор, авиационный завод собирает эти машины по заказу Министерства обороны, хотя изначально создавался для гражданской авиации. Сможет ли Ан-140 взять новую высоту, узнавал Олег Зверев. Освещение воздушного судна – финальная часть предполетной подготовки. Еще один самарский самолет Ан-140 отправляется на службу. За все время эксплуатации таких машин не было никаких нареканий. Самолет исправно служит в армии, хотя изначально создавался для гражданской авиации. И вот снова оказался в центре внимания высшего руководства страны. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития авиастроения. На повестке дня – создание российского самолета для региональных перевозок. Собственный региональный самолет, особенно с возможностью посадки и взлета с грунтовых полос, имеет для нас большое значение. В свое время таких самолетов было у нас немало. Парк был большой, использовались широко. Но они все устарели, уже нет смысла к этому возвращаться. Нам нужен новый самолет. Можно, конечно, приобретать эту технику по импорту, как мы делали до сих пор. Но для такой страны, как нашей, конечно, нужна собственная машина с такой огромной территорией, как у нас. Было предложено рассмотреть четыре самолета, в их числе Ан-140. Это уже девятый Ан-140, собранный по заказу Министерства обороны. Четыре подобных самолета уже эксплуатировались в гражданской авиации. А чтобы стать лидером в региональных перевозках России, у машины есть все необходимые конкурентные преимущества. Может летать при температуре минус 55 градусов, даже севернее 70-е параллели, и приземляться на неприспособленную поверхность. Кроме того, из всех представленных на совещании машин, это единственные, которые уже есть в наличии. Все остальные существуют пока только на бумаге. Самарский авиакор, авиационный завод вполне мог бы в перспективе собирать 20-25 самолетов в год. Но сам проект изначально задумывался в кооперации с украинскими предприятиями. Из 174 заводов, которые делают детали для Ан-140, 34 за кордоном. Чтобы самолет был, нужно налаживать свое производство. Самолет из той четверки, единственный, который производится, производится реально, производится на нашем заводе авиакор, который показал наилучшие характеристики в эксплуатации. Мы понимаем, что вопрос импортозамещения существует, но при его реализации проект Ан-140 будет наименее затратным из этих представленных четырех самолетов. Кроме того, нужно решить вопрос с документацией, которая сегодня принадлежит киевскому КБ «Антонов». Если это удастся сделать, Ан-140 станет полностью российским брендом. У государства появится свой самолет, а у самарского завода заказ на многие годы вперед. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. 40 воспитанников Самарской спортивной школы ЦСКА присоединились к Всероссийскому движению юно-армейцев. Вместе с подростками из других городов страны они дали торжественную клятву. На церемонии побывала Лариса Шалафаст. Самарская область стала одним из первых регионов, который присоединился к Всероссийскому движению. Присягу ребята приносят в режиме телемоста между Москвой, Волгоградом и Севастополем. Счастью и гордостью нести высокое звание юно-армейца. Клянусь! Клянусь! Основное действие развернулось в Москве. Напутственные слова юно-армейцам страны произнес Сергей Шойгу. Именно Министерство обороны вышло с инициативы о создании Всероссийского военно-патриотического движения. Знаки принадлежности юно-армейцам в Самаре вручили губернатор Николай Меркушкин и полпредпрезидентов ПФО Сергей Чабан. Самара в этом отношении особый регион, город, который всегда славился и подвигом ратным. И трудовым. И у нас традиции, заложенные нашими отцами, дедами, позволяют вот этот подвиг, их подвиг, нести очень достойно. Почему? Потому что у нас есть люди, на кого можно равняться, с кого брать пример. У нас есть люди, которые могут передать свой опыт молодому подрастающему поколению. Слова, которые сегодня произнесены, они многому обязывают. И я уверен, что те результаты, которые достигнуты нашими земляками, нашими дедами и отцами, вы успешно будете нести и дальше. Этим ребятам не больше 14, и они уже готовы служить Родине. Юноармейцы будут принимать участие в военно-патриотических играх, олимпиадах, спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, а также нести вахту у Вечного огня и мемориалов. Особое внимание планируется уделить встречам и общению с ветеранами Великой Отечественной войны. Для меня это, прежде всего, огромная гордость вступить в ряды юноармейцев. Мы первые из Самары, кто вступает в эти ряды. Юноармия развивает в нас патриотизм. Также благодаря юноармии мы будем помнить о подвигах ветеранов. Эти ребята будут примером для следующих поколений юноармейцев. И именно им предстоит бороться за звание лучших в стране. Первый всероссийский слет юноармейцев планируется провести в Самаре. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. Они играют на самарских и столичных подмостках, берут первые места на международных конкурсах, руководят большими коллективами. За 45 лет Самарский институт культуры выпустил более 20 тысяч специалистов. Свой юбилей ВУЗ отметил большим праздничным концертом. О торжестве наш следующий репортаж. Поздравить родной институт с юбилеем собрались преподаватели, студенты и выпускники. Актеры, режиссеры, певцы, музыканты. За 45 лет институт подготовил более 20 тысяч специалистов в сфере культуры. Наш институт за эти 45 лет заложил замечательные культурные образовательные традиции. Большое спасибо, здоровья, процветания. И никогда не забывайте о том, что институт культуры – наш родной дом. Самарский государственный институт культуры является признанным научным, творческим и учебно-методическим центром. Сейчас в ВУЗе трудятся больше 400 преподавателей. Обучаются почти 2000 студентов и аспирантов. Мы гордимся теми артистами, теми работниками, которые работают в наших учреждениях культуры и прославляют наш город не только в нашей губернии, но и фактически по всей стране. Еще раз примите самое искреннее поздравление с юбилеем. Вам процветания, благополучия, успехов. Ваши выпускники работают и за пределами России, и по всему миру. И они несут высокое звание выпускников института, который учит своих студентов законам гармонии, законам постижения, создания и приумножения красоты. Каким бы жанром, каким бы видом искусства они при этом не занимались. В подарок всем гостям праздника студенты подготовили большой концерт под сенью дружных муз. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнили свои лучшие номера. Пусть класса вершинства, да и свет нам неземной. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Уполномоченные по правам учащихся появятся в двух самарских вузах. Их выберут из числа студентов. Юным кандидатам предстоит развернуть избирательную кампанию и убедить товарищей по партии, а только они имеют право голоса, что готовы защищать их права. О том, как вузы готовятся к студенческим выборам, репортаж Алины Чемерес. Выбирать уполномоченных по правам студентов будут в 23 регионах страны. Этот проект пилотный. В Самаре он проходит на двух экспериментальных площадках. В Самарском университете и в Московском педагогическом. Вузы выбирали так, чтобы они были разными, в том числе по количеству учащихся. Узнав, что в вузе появится уполномоченный по правам студентов, Никита Демент теперь подумывает участвовать в выборах. Правда, пока не уверен, справится ли. Говорит, помогать учащимся работа не из легких. Это большая ответственность, потому что нужно за всем следить и отзывы каждого, проблемы, решать их. Очень много, я думаю, будет проблем. Защитником прав студенчества в конкретном вузе может стать любое учащееся дневного отделения в возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы выборы прошли по всем правилам, в каждой высшей школе будет сформирована молодежная избирательная комиссия. Сначала студентам-активистам необходимо собрать подписи. По результатам отберут не больше трех кандидатов, которые и получат право вступить в настоящую предвыборную гонку. Встречи с избирателями, а это только студенты вуза, а гид-компания доказывает, что лучший придется по всем законным жанрам. Поскольку любой кандидат из числа студентов будет собирать в свою предвыборную, так сказать, программу некие наказы, именно проблематику студенчества данного вуза, для нас, для всех потом, для молодежных общественных организаций нашего региона, это совместный плод дальнейшей работы с органами незаконодательной и исполнительной власти. Мне представляется, что основная его задача – это собирать обращения, неудовольствия. У меня вот в супе, в столовой обнаружен волос. Придумайте что-нибудь, чтобы такого больше не повторилось. И вот этот человек эти просьбы собирает, обращается уже непосредственно в службу питания или к проректору по кампусу студенческому. По мнению организаторов проекта, студенческие выборы помогут сформировать у юных кандидатов и избирателей активную гражданскую позицию, выработать чувство ответственности и понять, что от их решения многое зависит. Выборы у полномоченных по правам студентов пройдут в единый день голосования 18 сентября. День славянской письменности и культуры и День святых Кирилла и Мефодия по всей стране отмечают праздник церковный и светский. Праздник образования и духовности. В Самаре в этом году главными участниками торжеств стали дети, а масштабный хоровой праздник назвали День букваря. Марина Кравцова почувствовала атмосферу культуры и единства. День славянской письменности и культуры празднуют во многих странах – России, Болгарии, Чехии, Белоруссии, Украине. В России праздничные концерты грянули одновременно по всей стране в 13 часов по московскому времени. А в Самаре большую сцену отдали детям. Огромный сводный хор пел в театре оперы и балета. Привычные слова известной песни не так просты. Язык – одна из главных ценностей народа. К этому концерту школьники готовились, хотя репертуар привычной. Подучить пришлось историю, как начинался русский язык. Русский язык – это наш родной язык, на котором с самого детства мы разговариваем. То есть мы любим пение, и это приятно разговаривать на русском. Масштабно отмечать День славянской письменности стали четверть века назад. Принято проводить научные конференции, а с недавних пор вот такие праздничные концерты. Именно для юного поколения. В этом году в Самаре ему дали и второе название – День Букваря. Посвятили первоклассникам, которые заканчивают изучать азбуку. Конечно, это очень важно. Это праздник, который напоминает об истоках нашей культуры, о традициях, которые необходимо сохранять, и без которых не было бы той высокой культуры, которой сегодня Россия может по праву гордиться. Праздник и светский, и церковный. В этот день вспоминают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые в конце IX века подарили славянским народам свою грамоту и перевели на славянский язык церковные книги. Хор из сотен участников из школ Самары пел и на сцене, и в зале. Такой праздник запомнит надолго, делятся юные артисты. Многие из них впервые пели в таком зале, да еще и в такой атмосфере единства. Марина Красцова, Константин Головин. События. А сейчас коротко о других темах дня. Личность погибшего пилота штурмовика Ил-2 установлена. Напомним, в Волжском районе при проведении земляных работ был обнаружен самолет и останки летчика. Выяснилось, что это пилот Иван Михайлович Черкасский, 18-го года рождения. Служивший в перегоночной эскадрилье авиационной бригады. 20 декабря 1942 года Черкасский погиб в катастрофе при перегонке самолета Ил-2 на аэродром Кряж. Сейчас следователи ищут родственников погибшего. Криминальная драма, которую вполне можно было бы назвать «Преступление и наказание» разыгралась в Самарской области. После ночной смены пропал таксист. 52-летний Иван Тактаров уехал из дома на Новосадовой на Ладо-Ларгусе и исчез. Позже его тело с ножевыми ранениями нашли в сливной трубе под Керовским мостом. А вскоре был найден и угнанный автомобиль. Похитители Ларгуса, как выяснилось, недолго пользовались машиной. Все они попали в аварию и погибли. На Тотском полигоне состоялись учения для снайперов Центрального военного округа из более чем 10 регионов Урала, Поволжья и Сибири. Военнослужащим предстояло замаскироваться в пересеченной местности на несколько часов до получения задачи, после чего выдвинуться в район по заданным координаторам и ликвидировать условного противника. В проверке принимали участие лучшие снайперы воинских частей. Победители в июне представят Центральный военный округ на Всероссийском конкурсе снайперов, который проводится в рамках Международных армейских игр 2016. Полицейские выясняют обстоятельства получения взятки заместителем заведующего кафедры высшей математики БГУТИ Геннадием Шевченко. Мужчину с поличным задержали 19 мая при получении более 50 тысяч рублей. Как выяснилось, Шевченко разработал схему получения с абитуриентов и студентов вуза денег для решения вопросов, связанных с поступлением, обучением и сдачей экзаменов. Преподавателю грозит уголовное наказание. Так вот какой он северный олень, теперь по праву могут сказать жители Самары. В конюшне на Управленческом впервые в истории региона на свет появился северный олененок. Мама малышки Лучия живет в Самаре с января 2016 года. Прибыла сюда из Хантамансийского автономного округа. Новорожденный олененок, а эта девочка, пусть не тверда, но уже стоит на ногах. Лето без горячей воды пообещали жителям Куйбышевского района. Такие предупреждения люди обнаружили на своих подъездах. В объявлениях сообщалось, из-за долгов теплотранспортной организации «Ресурсник» не сможет поставлять тепло и уже завтра жителям придется выкручиваться, обходиться без горячей воды. Ситуация разбиралась. На повестке дня объемы кастрюль и 33 способа искупаться, помыть посуду и постирать белье в одном тазике. Жители Куйбышевского района готовятся к жизни без горячей воды. Об отключениях они узнали из объявлений, которые были развешены на каждом подъезде. Объявление висело, что горячая вода, 25-го, по-моему, будет с пониженным давлением горячая вода, якобы из-за долгов. Отключить горячее водоснабжение обещали на неопределенный срок. Из-за того, что якобы теплотранспортная компания «ЗАО СУТЭК» задолжала самарскому заводу «Нефтимаш». А потому «Нефтимаш» вынужден прекратить поставку горячей воды из своей котельной в тепловой пункт «СУТЭК». Тепловой пункт работает по принципу теплоотдачи. Горячая вода поступает в эти теплоотменники, где она отдает свою энергию, свое тепло холодной воде, нагревает ее до определенной температуры и та уже отправляется к потребителям. Соответственно, если завод прекратит подачу теплоносителя, то и СУТЭК не сможет производить горячую воду для населения. Свой долг перед ресурсниками в «ЗАО СУТЭК» не отрицают. С января этого года и по сегодняшний день действительно сформировалась задолженность в размере порядка 50 миллионов рублей. На сегодняшний день при содействии администрации города подписан график погашения с самарским заводом «Нефтемаш». Он как раз датирован до 1 сентября. То есть вся эта задолженность должна быть погашена до 1 сентября текущего года. По мнению первого вице-мэра Владимира Василенко, объявление в Куйбышевском районе – это намеренное обострение ситуации в период подготовки к отопительному сезону. Это попытка, на мой взгляд, руководства «Нефтемаша» придать этому процессу политическую значимость, выдавить деньги через недовольство населения. Но это метод не для нас, и мы этого точно не допустим, а все остальное, вот я вам еще раз говорю, это спор двух акционерных обществ. Вот не более того же. В прошлом году «Нефтемаш» уже прекращал поставку теплоносителя в августе-сентябре. Тогда жители остались без горячей воды больше, чем на две недели. Хотя это противоречит закону. В этот раз городские власти обещают не допустить ситуации, когда в споре организаций страдают горожане. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Более 1 миллиарда рублей за холодную воду и канализацию задолжали абоненты самарским коммунальным системам. Это промышленные предприятия, ТСЖ, управляющие компанией почти 50% из этой суммы долги жителей. Поэтому предприятие идет на крайние меры, отключает воду в частных домах, тампонирует канализацию, подает в суд. Чтобы люди охотнее погашали свои задолженности в СКС, решили попробовать пойти и по другому пути и объявить акцию в лето без долгов. В ней могут принять участие все горожане, чьи долги за водоотведение и водоснабжение превышают 5000 рублей. Для желающих покинуть ряды злостных неплательщиков подготовлены подарки. В этом году мы решили подойти нетрадиционно и решили предложить должникам следующее. В случае, если они имеют задолженность на 1 мая в размере более 5000 рублей и оплатили ее до 31 мая, они могут обратиться с 10 мая по 10 июня в любой центр обслуживания клиентов на территории городского округа Самары и получить сумку-холодильник. Призываем всех отозваться. В любом случае лучше получить приз, нежели из пол-листа от приставов. Поощрять с подарками Самарские коммунальные системы будут не только должников. В этом году запланировано несколько акций и для самых дисциплинированных клиентов. Их также ждут приятные сюрпризы. Одна из акций будет посвящена 130-летию Самарского водопровода. Самарские. От темечка до клумбы. Новые сорта цветов украсят город. Появится 60 новых ландшафтных скульптур и более 20 тысяч кустарников. Те они местные. Их выращивают в специальных теплицах середины зимы. И постепенно, в течение всего лета, они находят свое место в городе. О жизни цветов до клумбы расскажет Валерия Макарова. Цветочное царство на окраине Самары. Здесь выращивают все цветы, что украшают городские клумбы. Каждый день с 8 утра тут сеют, удобряют и поливают. Внимание и забота требует полтора миллиона растений 50 сортов. Чтобы город преобразился в мае, цветы начинают сеять в середине зимы. Наталья Варламова здесь работает уже больше 30 лет. Сколько за эти годы вырастила цветов, даже сосчитать не пытается. Когда особенно гуляешь по набережной, и вот ты все видишь, как это все ярко, красиво, и понимаешь, что ты в это, как говорится, вложила в душу время свое. Не знаю, мне вот, например, доставляет большое удовольствие. Кроме сказать, гордости даже. В этом году в питомнике выращивают несколько новых сортов – петуни, катарантусы и гацани. Новинка этого года – гацани. Сорты Kiss White, Kiss Red и Kiss Yellow их посадили в начале февраля. Цветоводы называют их своеобразным барометром. В непогоду соцветия закрываются. Вообще цветы хорошо себя чувствуют в городских условиях. Ни пыль, ни загазованность им не помеха. Главное, чтобы солнца было достаточно. Цветников в Самаре в этом году станет в три раза больше за счет новой программы «Цветущий город». Она рассчитана на пять лет и принята по инициативе главы Самары Олега Фурсова. В итоге общая площадь цветников составит 40 тысяч квадратных метров. Только в этом году планируется увеличить площадь посадки на 24 процента сквера вдоль уличной дорожной сети. Планируется приобрести и установить новые вертикальные конструкции, элементы для мобильного и вертикального озеленения, различные ландшафтные и топиарные скульптуры. Украшать самарские дворы, парки и скверы будут в течение всего лета. Подключиться к этому могут и жители. В каждом районе проходит конкурс на лучшее озеленение дворов. Особое внимание уделят гостевым маршрутам. Там установят новые ландшафтные композиции на тему футбола. Сейчас дизайнеры разрабатывают их эскизы. Своеобразным итогом для всей Самары станет фестиваль цветов. В этот раз он будет в парке «Дружба» 30 июля. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Как увеличить прибыль, не навредить окружающей среде и правильно оформить все документы? Об этом в преддверии Дня российского предпринимательства в самарском бизнес-инкубаторе рассказали представители малого и среднего бизнеса. На встречи со специалистами побывали порядка 300 человек. На сегодняшний день в городе осуществляют деятельность более 20 тысяч предпринимателей. В основном это торговля, услуги и производство. Проблемы могут возникнуть в любой сфере. Найти поддержку и решить их можно с помощью специалистов. Мы открыты каждый день. Каждый день к нам обращаются предприниматели за консультацией. У нас специалисты консультируют по бухгалтерским вопросам, юридическим вопросам. И если этот вопрос затрагивает большое количество предпринимателей, мы проводим вот такие вот круглые столы или семинары. А также мы организуем выездные консультации в районы города. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизуркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизуркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Олада подписала контракт с американским защитником. Крылья Советов выиграли первый матч итальянского пляжного чемпионата. Самарские буревестники начали с победы чемпионат страны по американскому футболу. В Самаре прошел первый матч по американскому футболу. В этом году местные буревестники в рамках чемпионата России на стадионе «Волга» разгромили пензенских фениксов 28-0. Также успешно сыграли первый матч группового этапа, но уже Лиги чемпионов по пляжному футболу и Крылья Советов. Они выиграли у латвийского «Зеппа» 8-1. Для выхода в следующий тур самарцам нужно победить итальянский «Виареджа» и немецкий «Ростокер Робин». Кроме крыльев, в Лиге чемпионов нашу страну представляют московский «Локомотив» и питерский «Кристалл». Защитник Тейлор Аронсон из американской хоккейной лиги в этом сезоне будет играть за Тольяттинскую ладу. Два года 24-летний американец выступал в «Милоке Адмиралс» фарм-клубе «Хищники» из Нэшвила национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне Аронсон провел 64 игры, забил 4 гола и отдал 36 результативных передач. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова